Микс Ньюс Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам с 17 до 18 Да, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели Это ключевое, оно одно из ключевых международных событий Это выборы в Верховную Раду Украины В какой-то степени, хотя все ожидали, что будет успех у партии Зеленского Слуга Народа Но это не просто успех, а успешище, если так можно сказать, больше половины голосов Наблюдателям по линии ОБСЕ был наш сегодняшний гость, депутат Сейма Виталий Орлов Добрый день Добрый день Я так понимаю, что вот вы были в Киеве как раз До, накануне выборов, да Вот, может быть, по порядку, я так понимаю, что у вас было возможно даже понаблюдать За такими горячими предвыборными дебатами Да, я хочу, во-первых, попросить прощения у радиослушателей Потому что я буду говорить, я был на Украине, да То есть, как меня учили в школе Если кого-то я обижу, кто-то говорит, в Украине Ну, как говорится, не принимайте Ничего личного, да Ничего личного, да Это просто буду придерживаться Русского языка Русского языка, как меня учили Да, действительно, по линии ОБСЕ Парламентарий Латвии, я в том числе Был направлен на Украину В качестве наблюдателя Город, который был за нами закреплен Вернее, часть участков Это был Киев, Днепровский район Киева И в два дня Четверг мы прилетели В воскресенье были выборы И два дня, четверг и пятницу У меня была возможность Вечером смотреть ток-шоу В том числе на украинском языке Не только на русском, да? Они там, они смешанные И там приглашают этих самых ведущих Как правило, это ведут Передачу на украинском языке А среди политологов, журналистов, экспертов Это люди или представители партии Учитывая, что последние два дня Еще можно было агитировать А так как мы знаем, что Илья, вам хочу сказать Что масс-медиа на Украине поделены И смотришь каналы И понимаешь, за кого канал Так называют топит Топит, да За одного кандидата За кого, да И поэтому щелкая каналы Было видно дебаты И могу сказать, что Эти выборы проходили, на мой взгляд Под, если так, немножко их Приземленно рассказывать То были вы за мир Или вы за войну Значит, партия мира Это абсезонный блок за жизнь Который Руководит которой Медведчука Первый номер списка Бойко Второй Робинович И партия за войну Которую, так ее называли Это партия Порошенко Европейская Солидарность И, то есть, в чем были основные Скажем так Основные этих двух партий Подход к нынешним выборам Абсезонный блок И партия президента Нынешнего Зеленского Она говорила То, что Нужно Нужно Заключить договор По газу С России С России, да И нужно Освободить Моряков Это можно сделать Только Если Будут Контактировать Между собой Стороны И поэтому А партия Порошенко Она шла на выборы С лозунгом Что Никаких контактов С Агрессором Да Поэтому Есть решение Грагского трибунала Моряков Должна Освободить А переговоры По газу Америка Или Европа Нам поможет И заставит Россию заключить Договор По транзиту Через украинскую Товопроводную систему Могу сказать Что Когда Прилетел Было несколько встреч Таких вот С людьми Которые живут Постоянно в Киеве И они были случайно Это таксист Который вез С Борисполя Это торговка На Бессарабском Знаменитом рынке Это что Выход с из Латвии Нет Это то Как узнать ситуацию Изнутри От людей Которые там живут И вот Эти люди Которые Ты общался И понимаешь За кого Будут голосовать Люди Несмотря на то Что там Смотришь Ток-шоу У тебя есть Какое-то свое Какое-то личное мнение И вот Три человека Говорили Что будут голосовать За Зеленского То есть Уже такой Определенный Социологический Средств Они говорят Их логика Была понятна Воровство Которое Было При президенте Порошенко Это Просто За гранью Разума То есть Он Януковича Затмил Да Он затмил И вот Такой пример Мы знаем Что После Крымских Событий И Донецка И Луганска Был введен Полуторапроцентный Налог на войну И каждый Работающий на Украине Платит эти полтора процента И Вдруг Они узнают Что сначала Сын Министра Других Деловакова Поставляет В армию Рюкзаки По цене 8000 гривен Ну Учитывая Что сейчас Все продвинутые Есть интернет И можно сравнить Характеристики Параметры Там на Амазоне Там на других Этих площадках Они узнают Что цена Такого Рюкзака Да Рюкзака Стоит 800 гривен То есть В 10 раз Не 8000 А 800 800 гривен Да Это в 10 раз Завышена цена И люди В шоке То есть Они дают Деньги На армию А эти деньги Воруют К ним залезли В карман И это вот такой Один из примеров Который В череде Тех вот То воровства И той коррупции Которая происходит На Украине И это Голосование Которое было Оно было Мне кажется Не за Зеленского Оно было Против Нынешней власти То есть Такое протестное Голосование Протестное И все говорили Мне что даже Те 25 процентов Которые Порошенко Получил во втором Круге выборов Это 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 нарисованные Были проценты И они говорили Что дай бог Он бы набрал 6-8 процентов Вот те 8 процентов Он действительно И набрал Которые мы видим По итогам Поэтому Это действительно Поражение Поражение Это вообще Поражение всех Старх Из такого Порошенко Те Порошенко Тоже по существу Преодолела 5 процентов Барьер Но Какое у нее Там Но она Вела себя Довольно Таких Хитро Она Не критиковала В предвыборный Период Ни Порошенко Ни Зеленского В надежде На то Что Третья сила Как показывают Социологи Что они Проходят И будет необходимо С кем-то Контактировать И создавать Коолюции Она будет Именно той Человек Который Ну За место Спикера За место Премьера Готово будет Поддержать Ну Все понимали Что выиграет Зеленский Да И Михаил Саакашвили Который Возродил Партию РУХ Те Кто За политикой Сидят Давно РУХ Это то же самое Что Атмада Народный фронт У Латвии Такое же было Объединение На Украине Он под этим Старым Знаменем Сначала Подал список На выборы А потом Его снял Снял В надежде На то Что Когда будут Менять губернатора Одессы Он сможет вернуться Он сможет вернуться Потому что Он критиковал Порошенко Очень открыто И явно И Я думаю Что скажут Что вот Я снял И не оттянул Голоса У Президентской партии И мне Это Да Посмотрим Это самое Действительно Получит ли Он назад Одессу Или какой-то Пост Который Нынешние Власти Ему Предложит Президент Зеленский Да Еще говоря О Вот этой Партии Слуга Народа Сейчас Многие Эксперты Я так понимаю Украинские За пределами Украины Начинают Высказывать Сомнения Поскольку Партия Мы знаем Это по латвийским По латвийскому Опыту Которая формируется Наспех Да У нас таких партий Много Можно назвать В последний момент Помните Партия реформ Затлерса Потом Даже КПВ Мы знаем Что сейчас происходит Партия судра Которая формируется Наспех В последний момент Зачастую Из случайных людей Но потом Возникают Разные нюансы И в этой партии Слуга Народа Кого только нет Опять таки Шоумены Артисты Насколько они Смогут Прудотворно Работать В Верховной Раде Вот это еще Такой большой вопрос Испытания Еще впереди Да Во время дебатов Также указывалось Не дебатов Даже А когда Выборы Закончились И эти были Вот это Вечания Ночные То что тоже Удалось посмотреть Действительно Политологи Говорили Указывали на то Что Основной проблемой Теперь партии Президента Это будет то Что Да их много Их достаточно Для того Чтобы сформировать В одиночку Это правительство Правительство И Кабмин И тогда Вся полнота власти Будет в руках Партии Слуга Народа И все Что они задумали Можно будет реализовать Вопрос Можно ли будет Исполнить То что Было Обещано Насколько Это будет Выполнимо И насколько Хватит Действительно Профессионалов Потому что Что бы ни говорили В оппозиции Остается Три Профессиональные Партии Это люди Которые были Или в разные Времена У власти Знают систему Знают структуру Батьковщина Димашенко Оппозиционный блок И партия Европейская Солидарность Исполнить Это люди Которые Очень хорошо Знают Эту машину И знают Кулуары Верховной Рады Знают Законотворчество Знают Как можно Тормозить Как можно И наоборот Скажем так Помогать И здесь Действительно Будет испытание Этих Этого Первых Там Двух Трех Месяцев Когда То что Был То есть Сейчас Когда Шли выборы Кстати Часть людей Говорила Пошло два месяца Что сделал президент Кто-то говорил За два месяца Что нельзя успеть сделать Потому что Только два месяца И рада тормозила Принятие Каких-то Приверных законов На что Оппоненты говорили Да Но за два месяца Можно было сделать Гораздо больше И есть вещи Которые президент Мог сделать Но этого не сделал Поэтому Действительно Первые месяцы Или сто дней Нового правительства Это будет Такой лакмусовой бумажки Для новой Политической партии При том Что все Сходятся тоже Во мнении И те люди Которыми я общался Они говорят Что да Это мандат доверия Но в случае Если не будет выполнено А она обещана Было действительно Очень много Не будет выполнено То также Очередной Майдан Снесет уже Слугу народа Да Мы еще поговорим Об успехах Слуги народа Возвращаясь К самому процессу Выборов Я понимаю Что у вас Была возможность Посетить Несколько участков С коллегой Из Сейма Тоже Который прибыл В Киев По линии ОБСЕ Может быть Чуть-чуть Об этом процессе Что вы наблюдали Что вы смотрели Ваши впечатления О самом процессе голосования Номерном В списке На Верховную Раду Человек Который пришел Не было Представителей Других Партий Которые претендовали На получение Скажем так Присутствие В Верховной Раде Они прислали Каких-то Вторых Третьих Лиц Которых Даже Задать Вопрос О том Как партия Будет Образить В следующем Парламенте Не было Возможным Потому что Были Действительно Третья Четвертая Скамейка Люди Которые Кнопочники Которые Не смогут Не имеют Мандата И скажут Что их Не делегировали Высказываться По одному Или другому Вопросу И Получив Инструктаж Действительно Нам была Выдана Такая Вот Книжка Где мы Должны Были Объехать Определенное Количество Участков Это Днепровский Район Как я сказал Уже Киева И Где-то В течение Получаса Находясь На участке Заполнить Определенные Документы Которые Там Как говорится Статистика Это самое Главное Для ОБСЕ Это Сколько Людей Сколько Поголосовало Сколько Записалось Сколько На Бюллетени Ушло На Сурной Для Инвалидов На Запределы Участка Отметить Были ли Наблюдатели Каких-то Политических Партий Я могу Скать Что Фальсифицировать Выборы На самом Участке Практически Невозможно Потому Что Члены Избирательной Комиссии Состоят Из Делегированных Партиями Представителей То есть Мало То Что Они Оплачены Они Еще Делегированы Поэтому Если Он Свою Работу Выполняет Ответственно То Он Не даст Возможность Просто Чтобы Произошло Мухлевание Или жульничество На его Участке В пользу Какой-то Политической Силы И Ну В то же Самое Время Было В новостях Озвучено Что Обязатель Комиссии В одном Из регионов Взял И 250 Бюллетеней Для Мандатников А там Было Два Списка Партийный И Одном Мандатников Вот 250 Бюллетеней Для Одномандатника Наверное По просьбе Одного Из кандидатов Они Он их Вынес И Начато Уголовное Дело Фигурировало Что за Каждый Бюллетень Ему Обещали 150 Долларов Много Ли Это Мало Ну Учитывая Что Все Мы Пока Не имею Мой Опыт Показывает Контактируя С депутатами Верховной Рады Они Все Были Миллионеры Вот Я не могу Во времена Януковича И до него Все Кто приезжал Они были Все Миллионеры Вот И Поэтому Долларовы Долларовы И гривеные С ним было очень тяжело Разговаривать Потому что Они Себя Почему-то Чувствовали Вот этими Хозяевами жизни Но Сейчас Даже Деньги Не помогли Им Переизбраться И вот Сегодня Посмотрел Еще раз Итоги выборов На одном участке Миллиардер Доллар Миллиардер Константин Живаго Приграл Депутату От Слуги народа То есть Это Человек Которого Ну не знаю Он мог реально Купить эти Голоса Да И видно Я думаю Что он бился За это Но Даже это не помогло Это говорит о том Что все-таки Каких-то масштабных Фальсификаций Не было Нет Можно предположить Да Отдельные Там где-то Залито были На участке Были залиты Бланки То есть Наверное Где-то Пыталось Но существенных Не было Это показало И доклад О БСЕ Мы указали На одном участке Это то Что наблюдатели Снимали Как работает Комиссия Когда подходит Самый Избиратель Когда он Заполняет Бланк Мы указали Что на наш Взгляд Это неприемлемо Потому что У нас В законе Запрещено Без разрешения Человека Его снимать Да Поэтому Не знаю Законодательство Украины Но мне кажется Что кто-то Может воспринять Это как Какое-то давление Типа Мы тебя снимаем И Думай Как ты голосуешь Да Ну и По линии БСЕ Докладчик Указал Что Выборы Прошли Честно Демократично Но Не было Но было Влияние Олигархов На Масс-медиа Которые Это чувствовалось Да Еще хочу сказать Что Мы были по линии БСЕ И мы все знаем Что На последнем Заседании В Стасбурге Была возвращена Российская делегация В состав БСЕ Но их не было Я их не видел На Украине И я думаю Что это правильно Несмотря на то Что они получили Полные права Теперь В ОБСЕ В ОБСЕ Да В ОБСЕ И Ну А Как-то Бывайте Их там не было Моль бы Такой вопрос Хочу задать Вот еще В первой части Я понимаю Что Вы работали Не было Наверное Много возможностей Погулять По тому же Киеву Ну вот Вы говорили С простыми людьми Вообще Было улучшение Вот экономическое После Януковича И Порошенко Если мы Абстрагируемся От политики А просто Вот как Реальная жизнь Простого человека Потому что То что мы читали Все время повышения тарифов Там сокращение пенсии И так далее И так далее Значит Ну во-первых Информацию Черпал Из общения С людьми Это правильно Да И там Так получилось Что Я знаю Что поеду Уже наблюдателем Я связался С двумя Бывшими нашими Которые живут И работают На Украине И они Для них Это уже Родина С которой Они связали Свою жизнь И они рассказали Ситуацию На их взгляд Как это Как это Все происходит Оба производственники Которые Производят Реально Реально Что Украина Продавала Раньше Во-первых Они сказали Что снизилось Количество Жителей По их данным Это 35-30 миллионов А количество После Развала Советского Союза На Украине Было 52 миллиона То есть Потеряно Уже Минимум 10 миллионов Людей Уже Потеряно Для страны После Крымских Событий Закрыт Рынок Восточный И соответственно Вся продукция Которая Уходила Туда Это Она уже Туда больше Попасть не может Соответственно Западный Как они сказали Нам не открыли Этот рынок Соответственно Приходится Продавать Все на территории Украины Беларуси И Казахстан И Крутятся Ребята Как могут Стараются Ну конечно Какая-то Перспектива Что Будет Лучше Нет Этого Не было Это Все надежды На то Что Новая власть Новый президент Поменяет отношения Меньшополитический Курс Какой-то Не то что Измерится А по крайней мере Станет прагматичным Не хочу сказать Что он изменится Он должен Он должен Стать прагматичным Потому что За газ Нужно будет Договориться За поставки Грессурсов Тоже нужно будет Договариваться Освободить Как мы знаем Есть Вершинский Есть Режиссер Сенцов Сенцов Да Которые Есть моряки Да Которые тоже Нужно будет Говорить А вот когда Когда вы шли к нам В студию Появились еще и Российские моряки Поскольку Спецслужие Украины Задержали российский Танкер Теперь так что Баш на баш Видимо Приверемся надолго Виталий Орлов Депутат Сейма От фракции Согласия У нас в студии Он был наблюдателем На выборы В Верховную Раду Украины Не переключайтесь Вы слушаете Радио Болтком Виталий Орлов Вы на студии Депутат Сейма Который побывал В Киеве В качестве Наблюдателя От ОБСЕ За выбором В Верховную Раду Вот Мы говорили О ситуации На Украине В том числе Социальной Наверное Можно действительно Согласиться С вами Что во многом Это голосование Было протестным Но я думаю Наверное Вы Виталий Хотя вы Естественно В теме были И следили за дебатами Не ожидали Столь сокрушительного Успеха Вот партии Слуга народа 250 мандатов Это больше половины Что позволяет В принципе Партии Зеленского Формировать правительство Вообще в одиночку Не привлекая никого Я даже не знаю Было ли нечто подобное В Сейме Я не припомню Да был успех По-моему 35-36 голосов У Латвии Сейдж В начале 90-х Но все равно Это не больше половины Это впервые В истории Современной Украины Когда политическая партия Набирает Подавляющее количество Голосов И может в одиночку Действительно Создать правительство И Развести По комитетам Своих людей И поменять Согласно Нынешнему Законодательству Представителей Губернатов Ион Как у них Это предусмотрено И проводить Вот теперь вопрос Насколько Мудро Будут они себя вести Потому что Действительно Нет опыта Есть только Масса Которая Кнапочники Я их так пока Назову Потому что Я не знаком Со многим Не знаю Насколько Они профессиональны Но то что Кнопочники У них Достаточно Это факт И мы понимаем Что если На выборах Уже сейчас Говорили Что президент Ничего не сделал За два месяца Определенные Силы То через сто Дней После работы Нынешнего парламента И нынешнего Кабмина Этот вопрос Поднимется Точно И вот теперь Дилемма Что делать Брать кого-то В коалицию Говорят Что лучше Взять Все таки Вакарчука Тоже с новой силой Голос Которая Во первых Обозначила Что Она идет На Ее Направление Это Европа Это НАТО И И т.д. И т.п. Это советуют Американские Скажем так Наблюдатели Им Ну и тогда Получается Появляется Сила С которой Можно если что Говорить Что-то не получилось Ну вот они нам Не позволяли В рамках Коалиционного договора Поэтому сейчас Насколько Мудро будет Работать Резидентские Его команды Чтобы А. С одной стороны Выполнить то Что было обещано И Б. Это сделано Будет сделано Очень непросто Будет сделать И Нужно будет Объяснять Почему что-то Не получается Вот еще Может быть Такой вопрос Все-таки Я понимаю Что разные страны И разные истории Разная ситуация Можно ли Вот эта Ситуация На Украине Хоть как-то Перенести На Латвию Имея ввиду Что у нас Тоже Вот эти протестные Настроения Я сейчас не говорю За кого За или против Тоже В принципе Нарастает Мы видим Что появляются Какие-то новые Партии Зачастую Популистские Вот Мы что-то можем Это для нас Какой-то Сигнал Что нельзя Допускать ситуацию До такой степени Что вот Будет Вот такое Протестные Голосования А Только Против Этих Ну Все Кто занимается Политикой Безусловно Должны делать Определенные Выводы Из тех Событий Которые Происходят В странах Которые Нам близки И Понятно Что Скажем Так Я Я Надеюсь Что Мы все Сделаем Определенные Выводы И поймем Что Во-первых Не может Внутренняя Политика В стране И отношения Скажем Так Правящих К своему народу Довести до того Чтобы Люди Готовы Были бы Все равно Кого Лишь бы Только Это самое Сменить В связи Эту власть То есть Это Ну Это 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 то Что Заставляет А Нас думать Во-первых Чтобы Не свариться На Уровень Популизма А с другой Стороны Действительно Выполняя Скажем Так Данное Обещание Или Обещаешь Что-то Нужно Понимать Что Это Можно Можно Элизовать И Объяснить Электорату Что Это Что-то Необходимо Сделать Да Еще Может Такой Вопрос Что Касается Вообще Ситу Ситу Мы 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 Понимаем Что У Населения Ну Как Обычно После выборов Такие Завышенные Ожидания И по Отношению Наверное К социально Экономической Ситуации Все ждут От партии Слуги Народа Ну И по Отношению К Зеленскому Ну Мы знаем Что Несмотря На его Придробную Риторику Но Пока Ему Вот Этот Диалог С Москвой Даже По этим Вопросам Болезненным Не удалось Установить Я имею Ввиду И Обмен Военнопленными И Вот Добиться Возврата Моряков Вопрос По газу Целый ряд Вопросов Даже Сейчас Не касаемые Войны и мира Но Пока Не удалось Ничего Ну Вот И Партия Медведчука Оппозиционный блок За жизнь Скажем так Как они говорят Что мы Открыли дверь То есть Поездка В Россию Где была Договоренность О том Насколько Может быть Снижена Цена на газ И это Было Озвучено Это Тарифы Могут Снизиться На 25% Счета В счетах У людей Поэтому Это очень существенно И при этом В дебатах Они сказали Что Мы Открыли дверь Команда Зеленского Может с нами Может без нас Ехать И продолжать До переговора Потому что Такое желание Было Есть такая Возможность Поэтому Безусловно Когда люди Слышат Что Надо только Сесть Доехать И договориться И цена На тариф Снизится На 25% То тогда И это Будет Отразиться В их коммунальных Платежах То они Это И хотят И ждут От новой Команды Президента Зеленского И это Безусловно Большое Испытание Будет Для президента Чтобы Доказать Что Их действия Которые будут В первые шаги Которые будут После того Начнет Работать Кабмин А он Будет Именно Направлен На улучшение Социальной Жизни Людей Действительно Жизнь Непроста И я могу сказать Что они ввели Даже новый налог Это уже налог Не на Жителей Украины А на нас На туристов Введен Туристический сбор То есть Вам тоже пришлось Как наблюдать ОБСЕ Да Нам пришлось Заплатить за это И знаете Это тот случай Когда я почувствовал С себя Что мне залезли В карман Потому что Когда Ты И когда я ездил Там Где-то был В странах Европы И оплатил За туристический сбор Но я видел Чистые улицы Я видел то Что Мэрия городов Следит за тем Чтобы было Комфортно И удобно Приезжающим То здесь К сожалению В 14 года Мне так получается Приезжать на Украину Я не вижу Изменений Он красивый город Киев Но То что Там Менять нужно Плитку Дома Ремонтировать Ремонтировать Дороги Это После таких Поездок Тебе кажется Что Рига Самый красивый город В Европе Давайте Давайте Примем Звонки У нас Их Много По двум Линиям Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Добрый вечер Добрый вечер Вот Хотелось бы Вашему Задать такой вопрос Вот теперь В новой власти Надо не 5 человек Не 10 Не 50 Не 100 А сотни Специалистов Министерства Верховной Раде Там 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 А скажите Вот вы были в Киеве А есть вообще Такие сотни Новых Грамотных Образованных Людей Которые Способны Чего-то решать Вот на мой взгляд Сегодня Зеленский Абсолютно Спокоен Как Верховный Командующий Армии Отдать Приказ О прекращении Огня Но он даже Этого не делает И создается Впечатление Что для него Война тоже Мать родная Спасибо большое Вот Вопрос И реплика Одновременно Да Ну На то Что Команда Непрофессиональная Это указывали И участники Ток-шоу И дебатов До выборов Безусловно Оппоненты Из команды Зеленского Говорили Что у нас есть Они молодые Они получили Хорошее образование Что им еще сказать Да Поэтому Я не могу Однозначно Ответить на ваш вопрос Я знаю то Что Также буду Внимательно следить И смотреть За теми изменениями Которые происходят И какие были Принятые решения Но то Что в оппозиции Будут Профессионалы Которые Знают Государственное Устройство С головы До пяток Это точно И они не удадут Спокойно И они не удадут Спокойно Работать Смотрите Они опять же Привлекают Варягов То есть Одним из кандидатов На пост Премьерного министра Это литовец В рейсе Яценюка Был министром экономики Хотят его вернуть Видимо Он один из кандидатов Ну Не знаю Хорошо это и плохо Но Некоторые Политологи Говорят Что Это не самое лучшее Что в такой большой стране Мы Вынуждены Искать Профессионалов За Пределами За пределами Но Опять же Надо дать Должное Этому Литовцу Когда не стал Получаться У Яценюка Он просто Подал в отставку Сказал Что он не может Работать Условно говоря Актером Только потому Что показывали Что вот Иностранец У нас пытается Возьми Министром экономики Он пытался Что-то сделать И мы не сделали Он ушел в отставку И заслуживает уважения Еще один звонок На премиум Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Добрый день Вы знаете У крепостных крестьян На Украине Была такая Поговорка Хай будэ пан И гирший Тильки б инший В переводе Пусть будет Пан хуже Но другой Вот Так вот Я думаю Что если бы Вдруг Зеленский По какой-то причине Не участвовал бы В выбора Тьфу Порошенко Был бы Все равно Проигравшим Да Потому что людям Вот этот пан Где-то Около Города Там стоял Спасибо большое Извините Если вы не любили вас Прервать Совсем мало времени Остается Я согласен с вами Тем Что действительно Будь то Вакарчук Солист группы Океан Эльзы Который Тоже фигурировал В качестве кандидата На президентский выбор Я думаю Что действительно Если была бы Но не из старой элиты Кандидатура Достойная Честная Без Плохой репутации То я думаю Что действительно Он выборы Не проиграл бы Наверное Это я с вами соглашусь Наверное Меня не поймут Радиослушатели Если мы весь эфир Будем говорить Только об Украине Да Сейчас Такие небольшие Парламентские каникулы Все имя Но в сентябре Вы уже возвращаетесь На работу Что вас беспокоит Вот на осенней сессии Что бы надо было обсуждать Какие вопросы вас беспокоят Может быть избиратели То что ставят перед вами По видземы Ой по земгало Я извиняюсь Люди Знают что Я буду в социальной комиссии Безусловно Говорят о вопросе О ценах на лекарства Это То что Является для них Наверное Особенно тех Кто скажем так Страдает Наверное Не одним заболеванием Хроническим И вынужден Покупать их Это то что Является для них Скажем так Основным И безусловно Это доступность Услуг Сейчас уже вызвано Нисколько Присутствием денег Соколь отсутствием специалистов И Это вещи Которые Безусловно Будут Скажем так Проходить Такой Красной линии В работе Комиссионной работе В осеннюю сессию Где Мы Должны Будем Заслушать Министерство здравоохранения О тех Планируемых Изменениях Которые Решат Эти две Ну не решат А попытаются решить Эти две проблемы Болезненные Которых Я упомянул А вот Снижение НДС На медикаменты Это реальный путь Я почему говорю Потому что Сейчас Как раз На портале Манабар Слв Ну почти Уже собрано 10 тысяч подписей Из этого Можем исходить Что видимо Эта инициатива Придет В вашу комиссию Кстати По мандатам Да Я Все как-то Вот Соберусь Все таки попытаюсь Учитывая что Сейчас летнее время Напишу Свою статью Попытаюсь Соларизовать ситуацию Где я указываю Механизмы Которые Могут Снизить цену На медикаменты Первое С 12 до 5 Как это сделано В Литве В Эстонии 9 То есть Это механизм Который Потому что Мы будем Условно говоря В одном Балтийском рынке То есть Он логичен Второе Это Министерство Завохранения Сейчас говорит О запрете О планировом Запрете На алкоголе На рекламу Но Я хочу Напомнить Министерство Завохранения Что у нас Разрешена Реклама Безрецепторных Препаратов Это то Что люди Видят на экране Потом идут В магазин И покупают А как только На нее повышается Цена Они говорят Как так дорого Стоит медикамент Хотя все Мы прекрасно Понимаем Что цена рекламы Заложена уже В цену медикамента Это Наценки Регулирует Кабинет Министров Которые Они должны Пересмотреть Третий Это Возврат К докризисному Финансированию Это когда Человек Страдающий Средизодственным Заболеванием Получал 75% Скидку И потом Она была снижена До 50% Это Комиссия По Здоровью Приняла Обращение К министру И единогласно Было поддержано Что в течение Этого Созыва Министерство Должно Найти Финансирование И вернуться До кризисного Периода Вот эти Шаги Которых Я говорю Каждый Из них Может Помочь Но лучше Если бы это Было все Условно говоря Вкупе И тогда Каждый человек Который В котором Выписываются Компенсируем Медикаменты Действительно Ощутил бы Что они Стали доступнее И дешевле Ну что ж Будем надеяться Что удастся Хотя бы Эту часть Решить Я так понимаю Что в социальной комиссии Еще целый ряд вопросов Связаны Наверное И с доплатой За стаж Тем пенсионерам Которые По-моему После 2012 Уходят На заслуженный отдых По-моему Им не доплачивают За стаж Сейчас Очень это Тяжело Скажем так Работать В комиссии Если раньше Комиссия Которая руководила Айя Батчер Незаменно то Что она была Представителем Коалиции Она прекрасно Понимала Что мы Должны Постоянно Принимать Решения Которые Будут улучшать Клиентов Нашей комиссии Пенсионеров Это пенсионеров Это инвалидов Малообеспеченные Ченнобальцы И постоянно Выходили с инициативами Да Ей приходилось Соргаться Со своими Зелеными Кристианскими Министрами От их партии Выбивать что-то Сейчас К сожалению Министр Не хочет Ссориться С премьер-министром И Такое впечатление Что она Не рассчитывает Не на Политическую жизнь Какую-то А хочет Если ей Удастся Все четыре года Посидеть В министерстве Не беспокоя Премьера-министра И не прося У него Какое-то Финансирование На что-то Яркий пример Парламский секретарь Который был Очень активный Который прекрасно Понимал Что Политическая жизнь Может быть продлена В случае Если ты делаешь Какие-то Позитивные шаги В своей отрасли Он был заменен На Нового человека Который опять Будет полгода Пытаться войти В курс событий Понять Что происходит В системе Министерства Богосостояния Виталий Орлов У нас был в студии Депутат Сейма Большое спасибо И не болейте